Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами вспомним еще один концерт, который с успехом прошел в киноконцертном зале «Панорама». Это концерт фортепианной музыки Юрия Мартынова. Юрий Мартынов один из самых известных и разносторонних музыкантов нашего времени. В его творчестве органично сочетаются традиции русской фортепианы и западноевропейской клавирных школ. В мире насчитываются единицы исполнителей, которые в совершенстве владеют таким количеством музыкальных инструментов, как фортепиано, хаммер-клавир, клавесин, клавикорд, орган. Все эти музыкальные инструменты, безусловно, имеют много общего, но есть в них и различия. Фортепиано – это группа струнных ударно-клавишных музыкальных инструментов, предшественниками которых были клавесины. Больше познавательного из истории этих инструментов мы узнаем из интересных фактов о них. Название фортепиано состоит из двух итальянских слов форте и пьяно. Именно в этом заключается принципиальное отличие фортепиано от его предшественника клавесина – то, что он может преподносить для нас с вами динамику звука. Молоточковый механизм, который дошел до нашего времени, был изобретен примерно в 1709 году известным итальянским клавесинистом Бартоломео Кристофери. Примерно в это же время был изобретен механизм, который мог преподносить для нас с вами громкое и тихое звучание. Так до нашего времени и закрепилось это название – фортепиано. С XVIII века конструкция фортепиано претерпела значительные изменения. В наше время механизм фортепиано на 70% состоит из дерева, другие же его части состоят из чугуна, меди и латуни. Было время, когда клавиши изготавливали из слоновой кости, но с изобретением пластика клавиши стали изготавливать из пластика. Средняя по размеру фортепиано имеет приблизительно 230 струн. Натяжение каждой струны составляет примерно 70 килограмм, а натяжение всех струн фортепиано составляет 18 тонн. Натяжение же струн концертного рояля составляет аж 30. В группу фортепиано входят пианино и рояль. Принципиальное отличие пианино от рояля заключается в том, что в пианино струны натянуты вертикально, а в рояле струны натянуты горизонтально. Первое музыкальное произведение для фортепиано было написано в 1732 году, а уже с 1760 года этот инструмент был невероятно популярен во всех европейских странах. Однако музыку для фортепиано активно композиторы стали писать уже во времена Моцарта и Гайдена. Удивительно, но в Англии в 19 веке пуритане, которые боролись за то, чтобы исключить из жизни все, что могло бы показаться эротичным, придирчиво относились и к роялю. В опалу попали изогнутые резные ножки рояля, и на концерте их закрывали специальным черным чехлом. А в Америке в 18 веке пианисты были чрезвычайно популярными, и их даже не хватало. Особенной популярностью пианисты пользовались у ковбоев Техаса. Мы с вами понимаем, что это слушатели весьма своеобразные. И в Остине даже в 20 веке остался инструмент с надписью «Просьба в пианиста не стрелять». Он играет как может. Именно поэтому в 1897 году американский инженер Уотти создал пианолу. Это своего рода механическая пианино, где мелодию можно было поменять лишь при помощи смены барабана, примерно как в шарманке. Вообще про фортепиано можно сказать, что это главный музыкальный инструмент. И основание этому заключается в основном в том, что у фортепиано большой диапазон звучания. Он практически охватывает весь диапазон оркестра от нижней ноты басового фагота до верхней ноты флейты пиккола. Хаммер-клавир по своему виду очень напоминает рояль. Однако на этом инструменте, исходя из его маленьких размеров, можно играть только в салонах, либо в очень маленьких концертных залах. Струны у хаммер-клавира натянуты на деревянную деку. Клавикорд – это клавишный, струнный, ударно-зажимной музыкальный инструмент. Его история уходит далеко в XIV век. Один из старейших клавикордов хранится в музее музыкальных инструментов города Лейпцига. В названии клавикорда кроется два слова. Клавис в переводе с латинского – ключ, и хор в переводе с греческого – струна. Ну и орган. Безусловно, это король всех музыкальных инструментов. О нем можно говорить только в превосходной степени. Он самый большой по размеру, он самый мощный по звучанию, в нем самый большой диапазон звука. Вот на этих всех музыкальных инструментах в совершенстве играет Юрий Мартынов. А в концертном зале «Панорама» состоялся концерт фортепианной музыки, который, как я уже сказала, прошел с огромным успехом. Но немножко о самом исполнителе. Юрий Мартынов с детства понимал, что его жизнь и смысл его жизни будет заключаться в музыке. Он блестяще сдал экзамен в Центральную специальную среднюю музыкальную школу при Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского. И блестяще закончил эту школу. Поступив в Московскую государственную консерваторию имени Петра Ильича Чайковского также по классу фортепиано. И также блестяще закончил консерваторию. Его творческая жизнь включает в себя победу на многих престижных профессиональных конкурсах. Он является участником значимых фестивалей фортепианной музыки и значимых фестивалей искусств. Им записано 20 CD-дисков с музыкой, которая безусловно достойна и уважения, и внимания. На сегодняшний день он первый и единственный исполнитель, который записал все симфонии Людвига Ван Бетховена в трансклипции «Листа» для фортепиано-соло на инструменте листовского периода. И профессионалы понимают, что это огромный титанический труд. Юрий Мартынов иногда выносит на концерты произведения, которые заставляют нас с вами задуматься о себе, которые вообще заставляют нас с вами задуматься. Эти произведения сложно назвать легкой музыкой, но на вопрос журналиста, каково же ваше отношение к публике Юрий Мартынов отвечает словами Амар Хаяма. «Иной не разберет, как пахнут розы, другой из горьких трав добудет мед. Кому-то мелочь дашь навек запомнит, кому-то жизнь отдашь, а он и не поймет». Иногда мы не понимаем просто, потому что не знаем, но жизнь не заканчивается, и у нас все впереди. А мне вспоминаются слова Джона Леннона «Все, что отнимает у нас жизнь, возвращает музыка». Оставайтесь с нами, до новых встреч и следите за программой передач канала ОТР.